Скоро новоселье. Молодёжный центр «Навигатор» расширяет горизонты. В помещении бывшей управляющей компании по адресу улицы Комсомольская, 3А, на внебюджетные средства, привлечённые администрацией района, ведутся ремонтные работы. Замена электропроводки, полов, перепланировка кабинетов. Площадь для досуга составляет около 300 квадратных метров. Новую площадку для занятий молодёжи осмотрел глава района. Достаточно сложно было у них с помещениями, и они не могли даже собраться, и вместе, тем более, запустить какие-то группы по интересам. Я думаю, что этот пилотный проект пройдёт успешно, а дальше будем подбирать об такие же помещения по квадратуре, для того, чтобы в каждом микрорайоне, ну не в каждом микрорайоне, а хотя бы по секторам распределить, и город Щёлково, и поселение. Обязательно надо выделять площадки, где они могли собираться. Основные помещения с актовым залом на Талсинской «Навигатор» оставляют за собой. Дополнительное пространство специалисты по работе с молодёжью предоставят для занятий юным журналистам, волонтёрам и встреч молодых семей. Дополнительное помещение, которое у нас будет, здесь будет притяжение молодёжи, он будет современный, мы делаем всё возможное, чтобы молодёжи здесь было комфортно, уютно. Здесь будет молодёжный медиа-центр, обязательно здесь он будет, у них будет студия монтажная, здесь у нас будут молодые семьи, которые мы будем развивать, клуб, и он будет здесь у нас находиться. Мы хотим сделать качественно, хорошо, в этом году обязательно откроется. Тем временем в Щёлковской школе номер 2 заасфальтировали дорогу, тротуары и отмостку. Ещё не остыл первый асфальт. В апреле этого года глава Щёлковского района побывал на территории школы номер 2 и заметил, в каком состоянии здесь находится пришкольная территория. И вот несколько дней тому назад здесь завершили укладку асфальта, отмостки вокруг школы и пешеходной дорожки. Площадь работ составила более 2,5 тысяч квадратных метров. В августе асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах уложили по всему периметру школы, по ним ходят дети, перемещается служебный автотранспорт. Площадь нового покрытия составила около 2,5 тысяч квадратных метров. Кроме запланированного, компания-подрядчик оказала школе меценатскую помощь, выполнила намного больше объём работы. Мы здесь были на субботнике, увидели, что дороги не ремонтировались со дня строительства этой школы и приняли решение в этом году провести асфальтировку. Мы это сделали. И теперь я уверен, что дети не будут спотыкаться ни в лужах, ни в грязи. Дорожки на территории школы из-за отсутствия ливнёвой канализации изнашиваются быстро. Дирекции учебного заведения заверили, что прошлое уже не повторится. До этого школа ждала, наверное, лет 30, это точно. Потому что весь асфальт у нас теперь идеальный просто. Я думаю, не будет ни у кого никаких претензий. Дети придут по хорошим дорогам, замечательно. Но это самое главное, конечно, для нас. В микрорайоне у нас проблема большая, у нас нет ливнёвой канализации, поэтому всё останавливалось на территории школы. Сегодня строители обещали, что всё у нас будет замечательно, воды не будет больше. Также по губернаторской программе дорога к школе привели в нормативное состояние подхода и подъезда к пяти школам и районам, в том числе и второй был обустроен и отремонтирован порядка 1300 квадратных метров тротуаров. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».